Глава региона Александр Цибульский посетил школу номер 5, которая в этом году отметила 65-летний юбилей. Директор учреждения Наталья Чалова показала руководство региона учебные классы и приобретенное оборудование для организации образовательного процесса. В последние годы учебные классы оснащались интерактивными досками, современной школьной мебелью. В рамках своего визита глава региона осмотрел кабинеты информатики и химии, спортивный зал и школьную столовую. Особый интерес у Александра Цибульского вызвали экспонаты школьного музея. Проект по его оснащению получил поддержку в конкурсе грантов компании «Лукойл». Вот такая была пятая школа, огромная деревянная, а до этого она была в одноэтажном здании, совсем маленькая. И вот из этой школы строим, учителя вместе с детьми переходили вот в это здание, уже современное. По словам Натальи Чаловой, школа номер 5 успешно развивает свой собственный центр доп. образования. На базе учреждения реализуются программы в области искусства, физкультуры и спорта, а также технического, естественно-научного и социально-педагогического направлений. В этом году школа номер 5 отмечает 65-летний юбилей. Я хочу низкий поклон поблагодарить и поздравить ветеранов, которые сегодня выходили. Конечно, то, что сегодня говорят такие теплые слова, это в первую очередь ваша заслуга, ваш трудовой подвиг, если хотите. И мы бессмертно вам за это благодарны. Я хочу сказать, что я преклоняюсь и перед современным учителем. Вот то, что сегодня вы делаете, это вообще фантастика. То, что сегодня мы закладываем в наших детей, это то, как мы с вами будем жить в будущем. Глава НАУ также вручил почетные грамоты администрации, учителю информатики Эльвире Карипановой, учителю начальных классов Нелли Митькиной, заместителю директора по учебной части Юлии Ядрихинской. Благодарственными письмами и губернатора отмечены педагоги Любовь Бажукова, Татьяна Канева, Татьяна Кустышева, Марина Поликарпова, Татьяна Макарова, а также бухгалтер учреждения Лидия Кузнецова и директор школы Наталья Чалова. Илья Сахаров, Ирина Нижалова, Вадим Носкин, Телеканал Север.